я много экспериментирую с приседаниями у нас есть на канале и очень хорошее видео по приседаниям и статьи и сегодня хочу показать упражнения тоже в стиле приседания у меня просто буквально осенило на это упражнение как меня осенило но вы знаете да что в комментариях люди часто задают вопрос а вот как приседание надо ноге они же там вредные да там опасные вот я размышляю над этим нашу безопасные и простые приседания на одной ноге понятно да что приседания на ноге это сложная техника ну кто не верит может просто отложить видео и пойти попробовать присесть на одной ноге или хотя бы даже мысленно это сделать уже почувствуйте как это непросто да то есть эта техника ну для очень продвинутого уфп очень и не каждый даже ну атлет способен это сделать вот а я понял что может может любой человек сделать это не в уме а физически для этого смотрите нам нужно сделать простую вещь поставить ноги на ширину плеч так и приседать на одной из ног а вторую не отрывать от пола и как бы в этом смысле для вас не не существует вернее на существует и очень нужна нужно чтобы вы не потеряли равновесие не упали она стоит на полу вы смещаете центр тяжести вот ведь сейчас у меня два дерева слева и справа так представьте что это две ноги вот сейчас вес на обоих на обоих ногах так теперь берем и сдвигаем вес на одну из ног вот показываю пальцем и когда я делаю на видео я тоже пальцем показываю ту ногу на которую я переношу вес и на которой я приседаю а вторая вторая нога она просто как-то как-то подгибается на нее сильно внимания не обращаем прекрасно прекрасно вот присели на одной ноге потом 100 стали на ширине плеч и пожалуйста присели на другой ноге чудесно и так несколько раз поменяйте ногу несколько раз потому что делаем как всегда не на разы делаем на внутренние ощущения сейчас я дам внутренний параметр который безумно интересный безумно полезный и который вы можете сделать параметр вот какой когда вы стоите в исходном положении ноги на ширине плеч так попробуйте сразу параметр взять это равномерная нагрузка на пятки и носки то есть у вас 4 должно быть зоны контакта с поверхностью с землей с полом на которые вес распределен ровно по четвертям 25 процентов на каждую зону контакта отлично да когда вы на одной из ног будете делать приседания постарайтесь вот этот параметр распределение веса между пяткой и носком не потерять он будет теряться вы это сразу же почувствуете у кого-то у кого-то нагрузка больше привыкла идти на пятку у кого-то больше на носок у кого там вот она будет прыгать и перемещаться между пятком и носком и вот вам дается вот время пока вы идете вниз так вот это уравнять уравновесить и добиться 50 на 50 этот параметр вам безумно понравится во первых он регулирующий во вторых этот параметр позволит вам убрать хруст из колени из из коленных суставов если он там еще остался вот и это параметр но совершенно другого уровня нежели там разы понимаете нежели время упражнения это параметр уровня глубочайшего цигун но такого понимаете не в воображении цигун а физического конкретного цигун попробуйте можно к этому как цигуну не относиться можно относиться к этому чисто инженерно 50 на 50 спасибо за внимание пишите комментарии делитесь этим видео она простое но она в чем-то революционно и бегите себя а если не дай бог у вас есть диагноз то отправьте ссылку на это видео своему лечащему врачу а в случае какого-либо протезирования ног и врачу протезисту и и и и и